Девушки отдыхают Это ясно, недвусмысленно выражено в знаменитом диалоге Иисуса с Самарянкой в Евангелии от Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 42. Надо сказать, что в Евангелии данный текст занимает любопытное положение. В конце 2 главы мы читаем о том, что Иисус не вверял Себя людям в Иерусалиме, потому что знал всех. За этим следуют две истории, подтверждающие слова Христа. Сначала повествование у Никодимы в 3 главе, а затем беседа с Самарянкой в 4 главе. Христос знал о поведении этой женщины в прошлом, к ее великому изумлению. Он знал, сколько мужей у нее было и с кем она жила на момент беседы. От этого ей было неловко, если вы помните содержание диалога. В стихах 19 и 20 Самарянка ставит богословский вопрос, по поводу которого у Самарян и Иудеев были разногласия. «Господи, вижу, что Ты пророк, ибо Он знал о ее моральном облике». Отцы наши поклонялись на этой горе, горе Герезим. Это до сих пор священная гора у Самарян. Их осталось немного, но они все же есть. А вы, то есть иудеи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Это был своеобразный способ вежливо перевести беседу на другую тему. Самаряне опирались на довольно ограниченное количество текстов Писания, а именно на пятикнижие Моисея. И в нем, во второзаконии 18-15 стиха и далее, содержится пророчество о том, что в будущем Бог воздвигнет великого пророка, подобного Моисею, того, кто послужит восстановлению народа. Именно такого Мессею Самаряне ожидали. Довольно упрощенный образ грядущего освободителя. Вполне понятно, что для них высотой для поклонения должна была быть гора Герезим, а не Синай. Как же ответил Иисус? Стихи 21-24. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе Сей, то есть в Самарии, и не в Иерусалиме, будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И как нам известно, Самарянка поверила, что сей Иисус и есть Христос, и впоследствии она поклонилась Ему. Заметьте, Иисус не ограничивает Бога географически. Его присутствие не связано с какой-то конкретной горой, ибо Бог есть Дух. А Дух и плоть в Писании противопоставляются, по крайней мере, в Исаии 31, где это противопоставление звучит особенно выражено. Бог нематериален. А это значит, что и поклоняться Ему следует сообразно Его природе. Похоже, именно это подразумевает фраза «в Духе и Истине». Бог есть Дух, посему и поклоняться Ему надо в Духе, в знак признания Его подлинной сущности, а также в истине. Причем в истине, как ее понимает и преподносит Иисус, истине, которую Он открывает нам о Своем Отце, о Его природе. Если мы хотим приходить к Богу такому, каков Он есть, то без Христа нам не обойтись. Он ключ. Ибо таких поклонников ищет Себе Отец. Проблема с идолопоклонством заключается в том, что оно подразумевает вполне определенное восприятие Божества, Его природы и качеств. В конечном итоге, с точки зрения Библии, идолопоклонство обесчеловечивание, поклонение тому, что ты создал сам, тому, что отражает Создателя или какое-то другое творение. Оно делает тебя недочеловеком. Богу надлежит поклоняться так, как этого желает и требует Он в Духе и Истине. Я все время говорю о поклонении, но что же значит это слово? Каким смыслом оно наполнено? Определенный свет на это проливают предшествующие тексты. Давайте попробуем все собрать воедино и рассмотрим понятие небесного поклонения. Для этого обратимся к 4 и 5 главам книги Откровения, ибо небесное поклонение, поклонение в присутствии Божьем, описываются именно здесь. И центральным моментом в таком небесном поклонении является его всеобщий совместный характер. Это общее поклонение, коллективное. И здесь мы видим, как именно следует поклоняться Богу в Его присутствии, как следует прославлять Искупителя в Его присутствии. Какую честь, какую хвалу, какую благодарность Ему следует воздавать, ибо все это и входит в понятие поклонения. Как мы уже с вами говорили, такое поклонение основано на образе Бога Творца и Агнца-Искупителя. Что касается Творения, то давайте прочтем текст с 8 стиха 4 главы. «И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают финцы Свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Как мы уже выяснили, на прошлой неделе одно из наших ключевых обязательств – это обязательство творения по отношению к Творцу, которое заключается в почитании и благодарении Творца, в оказании Ему чести. Из этого, собственно, и состоит поклонение. Послание к Ефесинам апостол Павел говорит о преклонении колен пред Отцом. И это надлежащее внешнее выражение почтения. Я не утверждаю, что обязательное, поскольку форм и способов такого выражения может быть довольно много. Тем не менее, именно так следует вести себя в присутствии Великого Царя. Однако основой для поклонения выступает не только образ Бога как Творца, но и его образ как Искупителя, что описано в пятой главе, к которой мы переходим. В восьмом стихе пятой главы мы читаем о четырех животных и двадцати четырех старцах, которые пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин Ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо Ты был заклан, и кровью Свою искупил нас Богу из всякого колена языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы, тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, «Сидящему на престоле и Агнецу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились. Итак, в четвертой главе акцент поклонений на Бога Творца, в пятой — на Агнеца, Искупителя. Важно отметить, что участвуют в поклонении не только люди. «Самые разные создания Божии прославляют своего Бога, своего Создателя». Таким образом, такое традиционное понимание поклонения... Попутно замечу, что английское слово происходит от англосаксонского «worthship». Видимое, практическое признание достоинства кого-либо или чего-либо, что вполне соответствует библейскому учению, описанию того, что происходит в Откровении 4 и 5. Достоин. Аксиос. Достоин. Вновь и вновь читаем мы в главах 4 и 5. Стимулом, двигателем, всеобщего поклонения и служит оценочное служение. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансовым. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok